Итак, ребята, всем привет! За кадром я наконец-таки завершил квест Старинный Рецепт И теперь нас, в принципе, мы максимально уравнялись по ранее выполненным квестам Потому что он долго у меня болтался, потому что я там своевременно не успел его поделать И у нас есть тут некоторые дела, которые я хочу поделать Во-первых, я сохранюсь, потому что я этот квест только завершил Я вообще изначально планировал сходить разведать, что вот здесь Но я вспомнил кое-что еще Мы очень давно с вами хотели повысить уровень нашей экономики Давайте это сделаем и дальше уже по ситуации отправимся как вариант туда У нас слева есть что исследовать, справа есть что исследовать Так что давайте не медлить, пойдем начнем исследовать Так, строить нам особо нечего, потому что у нас там крайне мало всего осталось А вот прокачать советника, милое дело У нас все будет второго уровня, это прям отлично, классно Плюс, ну, очевидно, что пока мы будем там Качаться, у нас появятся новые события, там что-нибудь еще И, в общем, так сказать, продвинемся Возможно, даже новая сюжетная глава начнется Хотя, я помню, мне в комментариях писали, что там что-то около месяца должно пройти Вот, перед следующим появлением Ну, посмотрим Мы там условно как-то даже уже к концу движемся Это при том, что у нас только центральная часть карты исследована А по бокам вообще глухо-мертво там То есть, у нас, например, еще даже не было тренировочных ивентов вообще ни одного То есть, я даже не знаю, что это такое, зачем оно Ну, посмотрим Сейчас будем по ходу разбираться Так, самое время качнуть джубилоста Это у нас рост ранга Не ты Не ты Нет Вот он Ну, погнали Задача для сластен появилась Чуть-чуть не дождались ее Стат экономика достиг второго ранга Еее Благодаря усилиям барона и казначей экономика баронцы поднялась на новый уровень Регент устроила ярмарку и отвела лучшее место палатки молодой имелицы Ага, золотые руки у нас вкатило нормально Ну, везде второй ранг, это замечательно, прекрасно вообще Я думаю, что мы еще вот советников наймем как минимум вот по 3-4 по этим пяти вопросам Кто знает, кто знает Так События А в проектах у нас что? Изучение природы проклятия Ага, через два дня у нас штаб появится Храм для людей Письмо Казначей просит Ага Верующие собрали крупную сумму Ага, ну понятно Собирайтесь 14 дней, конечно, многовато Так, ну на все торговые соглашения нам Джубилос нужен, он занят Тут везде он нужен Ага Ну, ничего не изменилось, короче Самая главная стабильность Через два дня завершится Окей Ну, давайте проведем аудиенции, какие у нас там назначены Можно даже что-нибудь построить, только я что-то слишком рано вышел для этого Но, по-моему, на башню мага нам не хватит Наверное Не уверен Надо посмотреть было Она, по-моему, 188 стоит, если я не ошибаюсь Очень неудобно, что нельзя очки строительства прямо из меню королевства покупать Что нужно выйти на площадь, это одна загрузка Потом с площади обратно, это вторая загрузка Потом на стол зайти, это третья загрузка И вот чисто такой симулятор загрузок бесконечных Сидишь, втухаешь, ждешь, ждешь, ждешь Ну, собственно, как и сейчас Ну, ладно, я это сейчас проскипаю все это дело Наконец-то хорошие новости, ваша милость Майгарн Варн, владыка Варнхолда, прислал помощь Вместе с товарами прибыл курьер, который доставил вам письмо Прошу, возьмите Ммм, какие херни он прислал Ну, давайте Почитаем, что он нам отправил там Приветствую, барон Не будем ходить вокруг да около Нам с тобой надо обсудить налоги Плати налоги Не знаю, как часто ты заходишь в сокровищницу Но я там по долгу службы бываю часто Так вот, в твоих сундуках все меньше и меньше денег И запросы баронства все растут и растут Нужно повышать налоги Нравится это твоим подданным или нет Будь я на твоем месте, то поднял бы налог на небольшую сумму Казна, конечно, будет пополняться медленно Однако люди будут проклинать тебя заметно меньше А значит, ты просидишь на троне заметно дольше Угу, мы поступим по-другому Мы незначительно понизим налоги Это позволит экономике расти в будущем В первую очередь нужно думать о простых людях И что это значит, к чему это приведет Ну, джубилост как бы далеко не тупой У нас будет прирост по экономике Но скорее всего понижение по лояльности Так что мы поднимем налоги на треть Думаю, это решение устроит все стороны Угу, население минус один Зато экономика Приятно видеть, что ты можешь проявлять благоразумие и терпение Поверь, в эту ситуацию такое решение лучшее из всех Ожидаемо Что кто-то уехал Такой, ой, высокие налоги До свидания Так А, вон вижу его Послание от Варна Достопочтенный барон Пишет вам ваш добрый сосед Правитель Варнхолда Барон Майгард Варна Ко мне пришла ужасная весть О нашествии на вашей земле Проклятых чудовищ Не сомневаюсь в вашей доблести И боевых навыках Но смею предложить свою помощь В это темное для вас время К сожалению, я не могу помочь вам мечом Все мы воины, занятые охраной наших дорог Уж слишком много развелось разбойников в Дунсварде Но в знак уважения Вместе с письмом я направляю вам немного ценных ресурсов Пусть они послужат вам и вашему народу в эти нелегкие дни Уверен, что вы поступили бы точно так же на моем месте И не оставили бы Варнхолд без помощи А посему не ищите в этом поступке желание обременить вас долгом Помощь моя безвозмездна, чистого сердца Таким баронством, как и наш с вами Лучше держаться вместе в крепком союзе Если пойдет один, за ним пойдет и второй Вдвоем можно устоять перед любыми напастями Даже такими, которыми славятся украденные земли Не смею настаивать, зная о ваших неприятностях Но понимаю, что буду рад вашему визиту в Варнхолд в любое время С глубочайшим уважением Барон Мэтгарн Варн Окей Пришло время расширить наш совет Ведь кто-то должен расширять государственные проблемы, связанные с защитой подданных магий Ага, во, наконец-то Наконец-то Сколько я ждал этого Что у нас появится такая возможность Но для начала Для начала Для начала Нам нужно сходить купить очков строительства На все, про все это дело У нас денег мало Но что сможем, то купим Заодно Сластеном дадим задание Так, ныряем в паузу Так, идем теперь к сластенам Я купил около там 100 очков строительства Посмотрим, что они там насчитали Мы обмерили озеро Правда, с ним случилась заковыка У него местами такой извилистый берег Что пешком от точки до точки 30 футов А если мерить каждую загогулину То все 200 А если еще точнее То может и 1000 получиться Что? Мы долго спорили Как именно мерить В результате взяли что-то среднее Получилось Элки, сколько у нас получилось? Тифлин гордо Вручает вам огромный моток Мокрой веревки Вот столько 329 Скрученные топи заросли сорняками Нужно их прополоть До сих пор не привыкну Что у нас тут Тут есть везде болото Когда я была маленькая То думала, что Всякие топи Моря и ледники Это выдумки путешественников А тут Стоит выйти за городскую стену И тут же по колено В самом настоящем болоте Это так здорово Ты правда думаешь Что его милости Приятно слушать Такое о его владениях? А почему нет? Тут же болото Ух! Сочные зеленые Цветущие комары День и ночь поют Сам по дешах Позавидовал бы Ну ладно Хватит болтать Пора за дело Подхватив дорожные мешки Юные тифлинги Убегают Так, мы снова Их скипнули Отлично Барон отправил Сластен Пропалывать Сключенные топи Этого задания Им надолго хватит Так, замечательно Так, теперь мы с вами Пойдем Посмотрим Что у нас там С советниками Что вообще Можно с этим сделать Очень хорошо Если хоть что-то Можно Так, ну Паузу попробуем Конечно же Подрезать отсюда Так Ага Успех Успех Рост ранга А, ну понятно Снова его вырастить Нет Нет, нет, нет Это хорошо 27 дней Два дня Так А как нам Назначить новых Советников Непонятно Вот Ну мне они прям Нужны Очень Куда вот нажать Давайте посмотрим Так Пришло время Расширить наш совет Ведь кто-то должен Решать государственные проблемы Связанные с защитой Подданных Магии, культурой И внешней политикой Да, что-то мне это ни о чем не говорит О том, куда нажать Но очевидно Можно предположить Что нам нужно построить Например Башню мага Вот Тогда у нас все получится Ну давайте глянем Так, вот это водохранилище Мы можем улучшить Только что-то ни хера Он сколько просит Ну хотя 237 очков строительства у нас Так Одна ячейка есть Башня мага 125 Но Строить ее Негде Влияет на академию магии Две ячейки Для этой заразы надо Ммм Стружевая башня Таверна Тюрьма Нет Это все Абсолютно Не то Нам нужно До следующего уровня Развить Все это дело Блять Зараза Некуда Некуда Строить Мне это все Дело А Да Это город Нужен Фак Что сюда Строить Да вот Фиг знает Тюрьму Башню Можно поставить Но это все Не то Ну Соряя только Деньги потратил Конечно Ну В общем Я пока Не понимаю Как нужно Расширять Количество Советников Куда Для этого Нажать С каким Персонажем Поговорить Неясно Непонятно Если как бы Знаете Напишите об этом В комментариях Потому что Для меня Это не очевидно Вот Сейчас Всякие дела Закончатся Ну То есть Там Как минимум Достроят Вот этот Сторожевой Пункт И всякое Там Вот это Вот Я думаю Мы сейчас Пойдем В сторону Это Господи Как их Владения Эти Ах Ну Недалеко В общем От Убир От этого Логова Малашту Вон туда Мы пойдем Где нас еще Стражники Встречали И хотели Проводить До баронства Посмотрим Что там У нас еще По левую Сторону От нас Там прям Огромные Неисследованные Земли Но Там возможно По такому же Принципу Что только Мы туда Ступаем Они такие Ни-ни-ни Сюда нельзя Мы вас сейчас Проводим Ну Опять же Предположение Не более Мы прям Очень давно Не гуляли По регионам Так Давайте Уберем Вот это все Дело Да С вырезанием Всех вот этих Загрузок У нас получается Крайне мало Чистого геймплея Вообще 15 минут Всего Но На самом деле Потому что Я еще Квест выполнял За кадром Хм Сюда ли пойти Там есть что делать Или все таки Вот сюда И встретиться Вот с этим Товарищем Варнхолде Хороший вопрос Хороший вопрос Но До сюда Сколько 23 часа Так А До сюда До сюда Один день По пути Еще отдыхать Придется Я еще Сделаю Сохранение Отдельное На развилке Так сказать Ну Не знаю Давайте Сходим Тогда Вот сюда Я все таки Давно Хочу А Даже не сюда А вот сюда Сюда Поменьше Идти 19 часов Всего У нас еще События Он пишет Здесь есть Да Я в эту точку Давно Хочу Сходить Ага Так У нас Какая-то Встреча Обязательная Ну давайте Показывайте Кто там По мою Душу Уж больно Мне интересно Здрасте А вы Че За херы Такие Очередные Фанатики Культисты Перед вами Стоят Несколько Фигур В темных Одеждах Те не Скрывают Очертания Их Тел А капюшоны Лица Барон Трепещи Ибо Пришел Твой Час Нет Неудачники Пришел Ваш Час Кто Вы Такие Великая Мать Природительница Чудовищ Сама Ломашту Призвала Нас Чтобы Мы Нашли Тебя И Воздали По заслугам В своей Гордыне Ты Перешел Грань Дозволенного И навлек На себя Гнев Той Кто Покровительствует Всему Темному Искаженному Жрецы Ломашту Хотят Ходят Своими Тропами Неведомыми Смертным Вроде Тебя Вмешавшись В цикл Прочитания Избив Одну Из Вмешавшись В цикл Прочитания Избив Одну Из Жриц Богини С ее Священного Пути Ты Навечно Проклил Себя Позором В глазах Ломашту Загонение Тех Кого Оберегает Наша Богиня И злодейство Против Великой Матери Ты Приговорен К наказанию Сама Богиня Явила Нам В кошмарах Свою волю Покарать Еретика И предать Его Проклятию Не зря Называет Матери Чудовище Госпожой Безумя Она знает Толк В проклятиях Будь Осторожен Готов ли Ты Склониться Перед Волилом А что Напасть Напасть Хаотично Добрый Очень странно Ну Мне нет Дела До проклятия Какой-то Ломашту Делайте Что хотите Досвершится Воля Ломашту Исказить Тебя Ее Темная Длань Ваше Тело Сковывает Странный Паралич Словно Невидимая Ледяная Рука Обхватила Вас Каменными Пальцами И сжала Воздух Сипением Выходит Из ваших Легких Когда вы Чувствуете Как ваша Кожа И мускулы Под ней Приходят В движение И начинают Растягиваться И сжиматься Через несколько секунд Показавших Через несколько секунд Показавшихся вам Вечностью Пытка заканчивается Паралич Пропадает Так же внезапно Как и появился Вы со страхом Прикасаетесь К своему лицу И понимаете Что не изменились Разве что Кожа Под вашими пальцами Кажется Особенно упругой Словно Словно Помолодевшей Так давайте Их замочим Че они Охуели что ли Странное Что-то было Ну как Мы их Не догоним Наверное Все понятно И часто Они меня так Встречать будут Такими любезностями Ну и хер с вами Ладно Идем дальше Я думаю Что мы Вполне Должны Подтянуть Это место Уже Но Лучше Да Отдохнуть Потому что Там Потная Возня Достаточно Вдруг Не потянем Поэтому Почему У меня В особых Заданиях Никого нет Аааа Точно Я же Вот у меня Вот этот Получается Да Отдыхает Скотина Бездельника Чёртов Не знаю И очень Не честно С моей стороны Это не чистый Геймплей Но они просто Значительно Медленнее Здесь Нежели Те Загрузки Которые В замке Хотя в замке Там Локаций Меньше Там Чё загружается Только Абсолютно Непонятно Так Ну мы здесь Обследовали Уже Все Поэтому Тут Особо Ходить Негде Тут Надо Сразу В пещеру Входить Так Хороший Вопрос Только Почему У меня Опять Построение Нарушено Так Так Ладно Начинаем Тогда Набафоваться Так Ну нормально Но с этими Мы и тогда Достаточно Неплохо Справлялись Поэтому Ничего Удивительного Ну погнали И вот где-то здесь Меня больно побили Когда мы сюда Впервые пришли Ну видимо Вот первый Попавшийся зверь Меня тогда и побил Как бы думать То не надо Особо Как это было Только Где он Опа Да Чаролев Это был Офигеть Офигеть Это чизэ Хаотично Нейтральный Так Да Это жесть Давайте Свои шкуры Амулет Могучих кулаков Подобрали О Человеческий Труп Научи На плюс Четыре А в чем Профит Ну Замочили мы Здесь Что дальше Иная Реальность Ну и И куда Это все Это реально все Да ну Бред какой-то Да Ну Слушайте Это максимально Тупо Конечно Че тут Я столько Откладывал Это место Чтобы прийти Вот как бы И вот И все Просто капец Да Я видимо Забыл Что тут Периодически Встречаются Бесполезные Локации В которые Ты приходишь Как бы Ну и Нихера Просто не происходит Мда Мда Конечно Понятно Спасибо Классно Давно Я так Увлекательно Не путешествовал Просто 10 из 10 А как попасть Тогда вот В эту локацию Клык гора Или как Она там Называется Крайне Хороший Вопрос Нет Конечно Типа Спасибо За Наручи Амулет Нихера Так Это Наручи На плюс 5 Так У меня На плюс 5 Вот это Да На плюс 5 Наручи Парехи Наручи Игра Моя Продолжение следует КОНЕЦ Хм, может надо было фонарь одеть, хотя вряд ли он у нас остался, надо сейчас посмотреть Ну да, фонарь остался Как туда попасть? Он вообще хер знает Может нужен какой-то высокий уровень исследования Может вот так, конечно, тут, вон, смотрите, что-то есть Ну, очень странно, конечно Можем ли мы взять момента восхищения? Ну да, переход по грамм дается очень тяжело Так, чё ты умеешь вообще? Ловушки Ну пусть будет так, не важно Такими извилистыми путями мы туда взбираемся Ура, коготь гора, наконец-то мы до неё добрались Будет очень тупо, если эта локация там вообще вот просто, не знаю, на минуту Прям максимально тупо было бы Скорее всего такая кажется, что это тупорылая локация на минуту Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все в том, что планируется Все в том, что планируется подниматься то есть это думал мы сразу на самый верхушку подавить седьмой серьезно все сопротивление конечно надо у джубилост отключить метание ингута так очередная пещера даже не пещера нас в эту же локацию выкинула только наверх чистая записная книжка снова ну давай только я чувствую назад не очень удобно будет возвращаться через два перехода а 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 Субтитры сделал DimaTorzok